Слава Иисусу Христу! Слава нашему Господу Богу Спасителю! И я хочу продолжить тему истории христианства, истории христианской церкви, 9 урок. И я остановился на проблеме идолопоклонства, икона почитания, икона поклонения, которые в христианство пришли в средние века. В конце, 4-го, начало 5-го столетия, мы запомнили, да, эта проблема, она впервые себя обнаружила в церкви. Потом, в начале 6-го столетия нашелся такой учитель, который, к сожалению, Леонтий из Неаполя, который, к сожалению, начал учить людей даже, что вот это древние ереси, значит, эллинистические ереси, что, мол, даже почитать изображения возможно, и целовать их, предними на колени, становиться ради того, кого они изображают. Но эта ересь была разоблачена филоксеном, архиепископом Иеропольским, одним из выдающихся богословов того времени, на основании писаний Ветхого Нового Завета, которые в то время все-таки чтились христианами, и также на основании мыслей многих святых отцов, которые учили также именно Богу поклоняться, но никому другому, тем более изображением, тем более портретом, тем более статуей и прочее. И, к сожалению, эта ересь, вот Леонтия, который, ну, это не Леонтий ересь, вообще-то, Леонтий из Неаполя, неполитанский епископ, он лишь эту ересь, как бы, в христианство внедрил, как бы, да, произносил в христианстве впервые. А до христианства это было в эллинистических религиях. То есть, идолопоклонство, такое грубое, вульгарное, деревенское, оно было высмеято даже поздними эллинистами, которые говорили, что нельзя обожествлять камень, краски, мастерство художника, что нужно ум направлять к тому, кого оно изображает это изображение. Допустим, если статуя Изиды, перед ней совершается приношение, да, то нужно не самому камню славу воздавать, а именно, как делает простой народ, как говорил Апулей в метаморфозах в своей книге, а именно к самому божеству, что якобы богам, этим олимпийским и прочим богам, им, как бы, не по нраву, не по сердцу, когда мы именно к самому камню прилепляемся, а что мы должны именно о них мыслить самих непосредственно. И это было, как раз, очень характерно для просвещенного, просвещенной части населения, высшего в властях, в религиозной, в религии, в политике, высших философов, очень было характерно. Если, допустим, обычный римский обыватель к камню больше прилеплялся, то, конечно, философы Рима, они побуждали людей устремляться, как бы, к самым этим божествам. И вот Леонтий из Няполя эту ересь он в христианство попытался внедрить. Не безуспешно, к сожалению. До сих пор в семинариях эту ересь распространяют православных... И вот я был как раз и в Москве, в Загорске тогдашнем, и в Ленинграде на этих лекциях. Примерно похожих лекций попал так. Хотя в Ленинграде не учился, но я в Ленинград приезжал тогда, значит, именно на... Даже больше за книжками. Купить что-то. Значит, литературу, значит, ну, попадал на некоторые лекции в Ленинградском духовном семинаре. И это было в 88-м году. И в начале 89-го даже года еще успевал даже попасть туда. И, значит, и, что интересно, эти лекции были однотипные. И говорилось примерно одно тоже. Пример такой по поводу иконопочтания. Что, мол, это не идолопоклонство, это вообще другого поля ягода, якобы это все угодно Богу. Потому что мы не самому же портрету поклоняемся, а должны тому, кого оно изображает. И пример такой приводился. Что вот парень любит девушку, он целует фотографию этой девушки, но он же не любит фотографию. Он любит эту девушку. И как бы его глупо осуждать за то, что он влюбился в фотографию. Нет, он любит девушку, просто ее сейчас нет с ним, значит, он целует поэтому ее фотографию. Вот и мы православные протестанты, всякие прочие сектанты, они нас осуждают, что мы поклоняемся под иконой. Потому что они не понимают всего происходящего. Они просто не въехали в эту тему. А мы думаем о Боге, мы любим Бога, просто мы целуем эти портреты. Ну ладно. Я тогда проглотил эту всю информацию. Я ее распространял, в принципе, тоже. При случае, при разговорах с людьми, некоторыми я это рассказывал тоже. И пример такой, тем более, интересный, красивый. Однажды мне рассказали, что, вот, батюшка, поговорите, вот там со мной девушка, она попала всех, кто к писятникам, говорит, значит, и вот уже там месяца, там, два-три уже ходят к ним на служение, на собрание их. Ну, я так понял, что, нам как говорили, что первых полгода процессы обратимы еще. Значит, я думаю, еще не поздно ее перевоспитать, ну, как бы, ну, отучить, ходить туда всех, кто. Ну, и, как бы, я провел там работу, профилактическую такую беседу. Говорю, и, ну, много что рассказывал, пытался объяснять, и, самое интересное, я с ней говорю, там, о Боге, о вере, она сразу раз Библию открывает, говорит, батюшка, вот, ничего же себе, думаю, яйца, курицу не учат. Без этого недели она уже Библию открывает, нет, как бы, ну, как бы, ничего же себе, думаю. Я так, ну-ка-ну-ка, говорю, закрой, говорю, эту Библию, давай мы поговорим так, нормально, просто, как бы, потому что я чувствовал себя неуверенно, когда человек открывал Библию, уже, как бы, ну, аферизм религиозный. Сразу выявляется очень четко, хотя я верил в эти вещи, которые я провозглашал, но, все равно, интуитивно я, видимо, внутри понимал, что, если сейчас на основании вот этого слова будешь говорить, то, ну, я там, как бы, пять минут не выстою вообще в этом разговоре, мне нечем крыть вообще, все мои карты будут биты просто-напросто, и все. И, поэтому, мне нужно было в мутную воду предание вывезти ее, чтобы там обманывать, потому что на чистой воде, как бы, там все по-другому, все виделось. И вот, и я ей объясняю, что так вот, она говорит, а вот идолы, она взяла, взяла открывать Исаию, вот, ей объяснили по поводу икон, четко и ясно, я говорю, не-не, это об идолах, не об иконах, запомни, это не путай Божий, да, соищенцы, говорю, значит, кислый с пресным, не путай, говорю, это разные вещи совершенно. Вот мы же, говорю, значит, ну, все-таки не самим доскам поклоняемся, мы же все-таки, ну, не такие грубые язычники, мы такие утонченные, такие уже, религиозные, и мы, значит, поклоняемся все-таки Богу. И я ей рассказал случай, как раз, семинарский пример о парне, который целует фотографию своей девушки. Ей очень понравилась, кстати, эта история, она говорит, ну, классно, теперь я понимаю, как бы, значит, ну, ваше настроение, как бы. А потом говорит, ну, а все-таки, а если девушка рядом с ним сидит, значит, а он, не ее целует, а фотографию. Ну, что, извращение, что, вот, как бы, и я, так бы, ты ничего не поняла просто. А сам домой приезжаю и, как бы, думаю, а все-таки, где-то права, думаю, так вот, все-таки, в конце концов, Господь не только улетел куда-то, там, на Альфа Центавра, знаете, я обещал, только Карлсон, скоро вернутся, вот, а он, значит, понимаете, а он, он здесь, он, и пред лицом его, как бы, он, он-то здесь, как бы, каким-то образом, Духом Святым-то здесь. И, как бы, вот, целовать его портреты, изображения, значит, вот именно в его присутствии, как бы, не очень красиво. Ну, она, ну, где-то права, думаю, все-таки, думаю, хотя, не права, но где-то права, где-то. А потом, знаете ли, потом мои размышления были уже такие, уже в 96-м году, в середине 96-го года. Думаю, стоп, ну, перед тем, как выйти уже из РПЦ, я думаю, так, стоп, если бы шла речь только лишь по всем храмам, по всей Руси, были бы портреты только лишь Иисуса Христа, допустим, да, или, ну, отца, сына, Духа, допустим, то это можно было бы как-то оправдать, понять. Но ведь идет речь о многих портретах, так, кого же мы любим вообще? Непонятно. Это значит, что тот парень любит девушку, а целует фотографии, там, журнал, там много девушек вообще. И непонятно, кого же он любит вообще? Вот, значит, и он должен, если мы христиане, то мы должны только Бога любить, и его почитать, и его славить, и поклоняться ему. Ну, и, видите, предлагается для обывателя, для любого христианина, как православного, предлагается самый широкий спектр этих святых, пожалуйста, молись любому. Есть такие брошюрки, они, как бы, должны помочь, ну, в понимании многих священников, они должны помочь, как бы, обывателю сориентироваться в церкви. Они называются, эти брошюрки, какому святому в какой нужде молиться. То есть, какие нужды есть, и есть разный вариант ответа. И вот, я тоже, к сожалению, распространял такие брошюрки, тоже, к сожалению, в этом всем преуспевал. Но потом покаялся, слава Богу, потому что, знаете ли, то, в чем я находился, это было, ну, реальный ересь. То есть, чем больше было этих молитв и религиозных этих моих, там, усердий, тем меньше было внутреннего такого удовлетворения, внутреннего такого удовольства. Больше было проблем каких-то внутренних таких. Внешне все было хорошо. Хотя, жаловаться я не мог, конечно, потому что я же молился многим святым и богородился, и были какие-то ответы. То есть, я не просто в холостую, как бы, просил, а были реальные ответы некоторые, которые я, ну, конкретно приписывал именно вот этим молитвам к этим святым. Но все равно внутри их оставалась вот эта пустота. Потому что ни один мертвый святой или ни, значит, ни богородица, да, ни другие умершие святые, и ни ангелы, ничто не может заправить. На самом деле, он говорит человека полностью, только лишь Бог, когда Христос приходит в сердце, когда жизнь приходит настоящая, тогда только лишь приходит довольство, не раньше. И об идолопоклонстве можно много говорить, но вкратце скажу, что это очень большая проблема для церкви и сейчас. Многобожие и идолопоклонство. Две таких огромнейших проблемы. И по поводу идолопоклонства, кстати, даже ношение креста или панагии, это медальон, допустим, какой-то на себе или что угодно, можно тоже быть идолом, если фетишизм, да, если думать, что он тебя спасает, защищает. То есть, если я буду думать, что крест меня защищает, благоставляет, как бы удачу приносит, да, то тогда это будет, ну, моей духовной проблемой большой. И имя этой проблемы – идолопоклонство. Но если я верю правильно в то, что, как сказано в Писании, тот, кто в вас, больше того, кто в мире, если я верю в то, что Иисус Христос во мне, и Он больше того, кто в мире, тогда это правильная вера, это правильное понимание. И хотя многие мне граждане говорят так, вот, например, я, ну, если общаюсь с православными некоторыми христианами, вот недавно общался, не так давно общался с одной православной бабушкой, она, как бы, уже к Писанию обращается чаще, у нее две сестры, они евангельские верующие, она православная, но и под влиянием своих сестер двоих, она стала Библию открывать чаще и чаще, и даже пересматривать многие вещи. Ну, она, как бы, тем более батюшке помогала много лет в храме, читала, пела на клиросе, да, сейчас маленькая читать поет, и, как бы, многие вещи видят изнутри системы, понимаете ли, и анализируют. И вот, и что интересно, ну, она еще держится за этих культ святых, Марии, но уже все меньше и меньше обращается к ним. Я говорю, вот, у меня, говорю, это было так же, я объяснял ей, вот, у меня было так же, я говорю, молился, не просто взял и в один день я решил больше не молиться никому. У меня было не так, у меня было, знаете ли, вот, постепенно, так вот, в течение нескольких месяцев, наверное, так было у меня, постепенно я сокращал количество молитв, даже еще будучи в традиционной церкви, кстати, настоятелем храма, я уже, ну, в личных молитвах, по крайней мере, в моем личном христианстве, да, не в церковном, на людях, в публичном служении, там, нельзя было ничего, там, как бы, изменить, там, как бы, там, урезать, хотя сократить можно было кое-что, и кое-что, все священники что-то сокращают в этом уставе, конечно. Но, знаете ли, в личных молитвах, в личном моем времени молитвенном, то есть, я все меньше уделял внимание Богородице, Святым, вот, я говорил, на том уроке, да, что много, каждый день почти Акафисты читал, я Богородице, да, иногда лишь раз в неделю, там, Акафисты, какому-то из святых, обычно, Сергею Ратериевскому, моему Тезке Небесному, да, как бы, покровительных, как я читал раньше, Серафиму Савровскому, или кому-то еще из таких уважаемых, сильных святых, а так, каждый день, фактически, только лишь Богородице читал, и вот, а вот, тогда, в начале 96-го года, это было все, такая перемена, я стал все меньше и меньше Святым и Богородице читать Акафисты, а в основном читал Акафист, какой-то, Святому Духу, Акафист Христу Спасителю, Акафист Богу Отцу, здесь есть такой даже, вот, Один из моих любимых Акафистов, кстати, называется Акафист Иисусу Сладчайшему, кстати, где он у меня? А, вот, есть у меня он, в записи даже, очень хороший хор, духовный, Московский духовный семинар, академия, ученики семинарии, ученики академии, очень, мне кажется, очень хорошо исполняют его в избранной воеводе победительной Альбом называется, посетил нас, восток свыше Вот, и Вот, красиво Вот, сам Акафист, это торжественное песнопение Это хор, как он поет Иисусе Средне То есть, весь Акафист, это все полностью воспаление Иисуса, сладчайшего Иисуса Красивое название, да? Сладчайший Ну, не буду больше там И мне очень нравится пение, вот, когда именно поет хор, Бога просто, мне очень нравится, да Ну, красиво поет только, ничего не понятно Ну, да, в принципе, мне это понятно, потому что я знаю язык Я просто, ну, слыхал такое высказывание, что кто поет Богу, тот молится вдвойне Хороший высказывание А если не понимаешь, что ты поешь, то... Ну, да, Мартин Лютер, вот немецкий реформатор, он очень любил петь, и он много сочинял гимнов, очень много, он был реформатором музыки Это знаете ли, там, Эллос Пресли отдыхает Просто Лютер, он совершил переворот не только в немецкой музыке, вообще в мировой музыке Просто об этом не принято говорить так, потому что он был религиозный лидер, как бы, да, и лидер реформации А вообще-то, немецкие хоралы, которые при нем начались, они провели просто настоящий переворот Он деревенские кабачные напевы привел в церковь, и многие даже, кстати, считают, что во многом реформация 16-го столетия через песни продвигалась В большинстве своих, люди даже порой в кабаках, на полях, где-то на рабочем месте пели эти гимны И людям очень нравятся эти гимны И вот, значит, Лютер говорил так, что для дьявола нет ничего страшнее, чем поющий христианин Здорово, мне очень нравится там И Лютеру было много раз страшно в жизни, были испытания, и каждый раз он писал, что ему помогало именно пение Он начинал петь, даже поборов страх там, начинал петь просто через силу, через не хочу, и просто Бог благословлял его сильно И знаете ли, эта запись сделана в традиционной православной церкви, конечно, да И она на старостовянском языке, да Но сейчас я, если акафисты и пою, то на русском языке, на украинском, там, в Киеве, там, если проводим служение украинское, то, понимаете, на понятном людям языке Не на старостовянском, конечно, но сами акафисты, это акафисты Иисуса Волочайшего, в частности, но очень красивые, на самом деле Там буквально там, вид изменили, буквально там, может быть, 10-15 максимальных этих текстов, которые, ну, сомнительные такие тексты А остальное все очень прекрасно, на самом деле И самая литургия православная очень красивая Просто, как бы, так мало времени об этом всем подробно рассказать Но скажу, что, ну, на мой взгляд, это одно из самых красивых вообще в христианстве, в расставлении таких Бога Вот, но просто все это загажено столетиями оккультизма, многобожием, идлопоклонством И вот, когда, значит, наши священники совершают литургию, я совершаю у себя в Киеве, допустим, в церкви литургию То мы не молимся, там, Богородие со святым, там, мы молимся только лишь Богу И поем только лишь Богу, проставляем только лишь Бога И, ну, все другое впечатление совершенно Другое совершенно, ну, как вот это, художники говорят, импрессию И по поводу, еще скажу, вот той женщины православной У меня был в этом разговоре такое переживание интересное Я, ну, я часто так задаю вопрос православным многим Говорю, вот вы носите крестик А у меня был крестик, раз я был виден Говорю, вот вы, как вы думаете, вы, значит, у вас проблемы есть, это идлопоклонство или нет? Она говорит, нет, я уже, ну, уже, ну, думаю, что нету этой проблемы Я говорю, ну, давайте попробуем Вот снимите крестик, говорю Снимите крестик и не одевайте его там, допустим, день, два, три Значит, и, ну, пообщаемся потом, поговорим Вот ваши вот какие переживания, впечатления И вы знаете, вот из моей практики Вот люди, которые все-таки соглашаются и решаются, чтобы снять крестик И не носить день, два, три Потом большинство из них, подавляющее большинство Вот в моей практике почти все эти люди потом признавали Что у них были признаки оккультной зависимости Какие чувства потерянности, беспокойства, раздражения Потом появлялось такое, что терял чувство безопасности Потому что люди, даже не замечая порой, прилепляются сердцем к этим предметам, к амулетам, всяким талисманам И уже не ты носишь талисман, а талисман носит тебя, как Божий, получается Он тебя держит в узде И для таких христиан, конечно, я, во-первых, предлагаю, всегда предлагаю и предлагал Молиться, во-первых, молитву покаяния, конечно, перед Богом В том, что допустил идолопоклонство в своей жизни Потому что через это огорчается дух святой, это сто процентов Нужно попросить прощения Во-вторых, снять и не носить вот этот предмет, с которым связано твое идолопоклонство По крайней мере, месяц-два, не знаю, три, сколько там нужно молиться, пока человек не будет свободен от этого всего И потом, если он что-то и оденет на себя, то это уже не будет его иметь уже Он будет это иметь просто как украшение, может быть, как знак его веры, допустим, в конце концов Или вот для меня это знак моего служения Я ношу крест, иногда по ноге крест, как епископ Риасу Вот у него здесь у меня с собой рясы, ризы На служение одену тоже, видите, красивый цвет, мне нравится Да, вот, пожалуйста, превращается Вот, вот Другое почтение импрессии у нас есть Вот, да Все как положено Да Но это потом, это оставим на десерт И, значит, знаете, вот Но все эти рясы, ризы, там, кресты, по ноге Все это внешнее, оно не должно никогда, ну, забивать внутреннее То есть, ты должен понимать, что Кто-то, и теперь я с крестом, без креста, или, значит, в рясе, или без рясы Я говорю одно и то же, и ощущаю себя одинаково, в принципе Значит, я говорю об Иисусе Христе Я знаю, как людям просто говорить, и что нужно людям говорить Как проповедник, да Как служитель И На сердце смотрят Да, однозначно Люди не всегда, конечно, на сердце смотрят Чаще всего на одежку, но Особенно у нас, в нашей культуре, да Но, значит, потом уже провожают уже по-другому Хотя, порой и встречают, и провожают по одежке Я с этим уже много раз сталкивался Вот, но Все-таки, если человек Для него эта риза, допустим, нужна, чтобы услышать Евангелие А то я буду одевать эту ризу Нет проблем Говорить им Слово Божье буду Вот в такой форме Хотя, в этом есть маленький подвох, конечно Потому что, бывает подвох Потому что люди все-таки Не только открываются Глядя на такую ризу, да Но и все-таки имеют проблемы некоторые Поэтому я обычно говорю так, что, знаете ли Не думайте, что вы сейчас поверили Допустим, тем, кто молится, молит в покаянии со мной Допустим, я говорю Пусть это не будет из-за того, что на мне сейчас ряса, допустим Да Потому что другой священник В такой же рясе может вам говорить совершенно другое Указывать вам на другие вещи А я вам указываю на Иисуса Христа Поэтому верьте в Иисуса, молитесь Богу Принимайте Христа И не давайте людям вас сбить с толку Ну, как бы Да И Ещё Сюда же можно отнести Мы записали, значит, какие проблемы Многобожие, идолопоклонство Значит Ну, я-то не всё рассказал, конечно Об идолопоклонстве Сюда же можно отнести ещё и религиозное колдовство Это тоже большая проблема И о ней нужно говорить Она связана очень с идолопоклонством Это проблема вот именно, значит, религиозного культизма, да Она очень похожа Очень связана с идолопоклонством Потому что Когда человек поклоняется идолам, да Когда он идолопоклонник Он имеет общение с бесами Павел написал Коринфянам в постании Что я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами Зачем вам это? Павел хотел, чтобы его церковь Верующие Христиане Чтобы они Именно Имели общение с Духом Святым Не с бесами И мы не можем пить чашу Господню Мы не чашу бесовскую Мы не можем иметь такую раздвоенность Мы Христиане Должны иметь общение с Духом Божьим С Духом Святым И вот по поводу идолопоклонства скажу ещё, что И связи с оккультизмом На примере вот крестного знамения Очень, да, пожалуйста Очень, очень хорошая Такая, ну, хорошая иллюстрация Наверное, многие из вас с этим сталкивались уже, да И сталкиваются, или будут сталкиваться Что Значит Вот Крестное знамение Самое крестное знамение Знак креста, да Вот крест Перекрестился, да Вот, или так, или так, или так По-разному католике вообще Так и образом крестится Значит Что это Есть как бы защита от бесов Ношение крестика Креста По ноге Пояс Ещё порой носят ноги Такой пояс с молитвами, да Что это якобы защита от бесов Живая помощь Живые помощь, так называют Да, живая помощь Да, пожалуйста И, значит И Если Ты носишь крестик Иконочку Или иконочки Пояс И крестишься Так, зал перекрестил Брата раз там Зам Зам Перекрестился Защитился от дьяволов Как от беса Вот это всё по сути Элементы белой магии И они Потому что когда человек Надеется на такие вещи Внешние, да Это не божий путь защиты Вообще Бесовский мир Реагирует Именно По Божьему Лишь на имя Иисуса Христа Лишь Иисус говорит так Именем Моим Будут бесов изгонять Не знаками Моими, да Не знаком креста Не серебряными пулями Там Не осиновым колышком Не чесноком Там Ни чем там ещё Что ещё может быть Вот А именно именем Моим Будут бесов изгонять То есть вот это и есть Божий путь, да То есть не общение с бесами А как раз изгнание бесов И оккультизм Вот эта зараза В христианстве Она вот в основном Через вот такую магию Через то, что Многие люди Религиозные вожди Они думали И думают порой Вот такими вещами Защититься как бы От бесовского мира Иметь благоставение Я как бывший священник Традиционной православной церкви Я знаю о чём говорю Потому что я знаю, что Многие священники Носят булавки на себе На ряса Мне один старый священник Он уже Тогда уже Больше пятидесяти лет Уже служил священником Нет Около пятидесяти лет Ещё тогда Служил священником И мне как молодому священнику Он дал таки пару советов Дело было в епархии Я как раз подошёл к карте Области Рязанской И искал то село Куда меня направили А мне выдали командировочное удостоверение Такой-то район Такое-то село Думаю, где же это вообще? Куда же Макар своих Подтелят не пасты Меня направляют опять Смотрю Ещё на карте это своё село А он подошёл Старый священник И говорит Ну что отец? Куда? На этот раз Такое-то село Такой-то район Знаю Там ведьма на ведьме И ведьма погоняет Вообще Вот тебя Ну будь Внимательный Отец Там надо ухо востро держать Сожру бабки Я говорю А в чём? Как меня защититься-то? Он мне говорит Вот первое Что он мог посоветовать Раз Рясу так отодвигает А там целый ряд булавок Всяких Ну это элементарно Говорит Ватсон Да? Значит раз У себя в доме Обязательно первым делом Заходишь в леник переворачиваешь И ставь на входе Ну первое Это как бы Ну хорошую ведьму Ты не спугнёшь Но таких вот начинающих Точно От себя отвяжешь Вот Значит Они поймут Что тебя на мякине уже Как бы не проведёшь Значит Потом смотри Кто там за замок будет держаться Церковный Рано утром Ты перед служением Раз подгляни Значит смотри Кто за замок держится Значит Это видимо там Ещё та ещё В твоём селе Думаю Ничего себе Куда меня направляет вообще А там Да Я ещё был молодым батюшкой Там смотрю Думаю Обман зрения Там какая-то бабка Полетела Низка пошла Говорит 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 Ну что там такое Где там Я думаю Может он пьяный Нет Вроде трезвый Вроде не пахнет Ну не знаю А потом ещё там другого батюшку спросил Говорит А вот как там в том селе Ну да там Ведьм полно Говорит Через двор Можешь там Воском отливать Яйцами катать Отчитывать Вычитывать Короче В каждом почтедворе Или через двор там Занимаются этим Ну вот И Конечно там Другие священники Советовали другие вещи Но Это всё элементы белой магии И Конечно там Гирлянды чеснока Серебряные Золотые Христы Всякие на себе Это всё не поможет Если Христос реально Христа нет в тебе Ну Вы сейчас говорили что Ну как бы Экс белая магия Да Как бы не бывает белой Черной магии Магия Есть магия Магия она и в Африке Одного поле ягод Ну я просто передачу смотрел Что Когда Ну крестится человек Он на себя пентаграмму накладывает Угу Это Ну Есть такая программа Я видел её уже не раз Даже в разных исполнениях Уже Как бы ну С магией связано Вообще сама идея Вознакать на себя крест Она пришла не из христианства Она в христианство Пришла с других религий Допустим Митроизм Я уже упоминал его На первых руках ещё Помните да Митроизм Один из знаков Митры Был крест Значит И на себе носили Знаки креста Поклонники Митры А также Солнце Поклонники Вавилонские кресты Кстати В этом Помните я говорил вам Пергамон музей Музей Пергамы Востока В Берлине Там где Пергамский Алтарь стоит Само тут Собственно Само это сооружение Так вот там есть Большая экспозиция Огромнейшая просто Вавилона Шумера Вот этих Древнейших городов Да Там оригинальные жертвенники Там оригинальные камни Идолы Эти догоны всякие То что по Библии описывается Это всё там вообще Полно всего этого Ходишь просто удивляешься Вот это да Ну как бы вот живая история Вот эти самые камни Перед ними там Людей убивали в жертву Там стоит какой-то молок стоит Здесь Детей убивали в жертву И ходишь и думаешь Вот это да Это всё же реальные камни Это не копии какие-то даже Это реальные камни Реальные бесы Вот это да думаю Значит ну конечно Молились там тоже Ну там нельзя так громко молиться Конечно там да Ну так в полголоса так помолились Ну Знаете ли Идлы не упали Но как бы Поколебались наверное Так вот И там значит Большая витрина стеклянная Я там много сделал фото Ну там нельзя со вспышкой Об этом мне так объяснили Ну так вот Сколько мог Столько снимал У меня ещё не было хорошего Нормального фотоаппарата Ну поэтому там много смазанных было кадров таких Но кое-что получилось нормально И вот Наснимал я как раз Эту витрину Стеклянную Я удивился Нам Нашим бы батюшкам посмотреть это всё Вообще думаю Нашим бы батюшкам Ну не считайте хитлов Ладно Это Это уже как бы понятно Дураку ясно Что это вообще Это мерзость и всё Но А здесь то Большая стеклянная витрина Там крестов Немерено вообще За тысячу лет до нашей эры Сделаны эти кресты Буквально как у некоторых Как у наших батюшек Оказывается жрецы Эти насилия на себя Эти кресты Это были знаки их приношения Там Равноконечные Там всякие такие Думаю вот Да да Очень похоже на какой-то Протоиерейский крест допустим На какой-то там Архиерейский крест какой-то Наградной И В принципе это всё Оттуда было взято И Нанесение на себя креста Знака креста Тот же самый Мани Манихейство Был такой Мани Я о нём буду говорить Наверное на следующем уроке Манихейская ересь У них один из их знаков Был как раз Вот знак креста Получается Они на себя рисовали На лбу рисовали Знак креста Даже на ихних Вот этих рисуночках Там допустим На рисунках Там значит Ну барельефы какие-то Да? Или рисунки У них Их последователи Манихейцы У них у всех на лбу знак креста Значит Они говорят Кровью Жертвенного быка Или жертвенного животного Или Елей мазали Значит И потом на себя наносили знак креста Но по-моему у них было Одним перстом Или Я не помню там То есть В принципе то же самое Только как бы Немного по-другому там пальцы не складывали Как-то Византийское перстосложение было двоеперстное А потом троеперстное Вот уже В семнадцатом столетии Вот Раскол да Фильм был Значит Времена Раскола Честное столетие Троеперстие пришло уже Щопать так называемое Я об этом тоже расскажу Наверное уже заторже Так вот Ну В принципе что одним пальцем Что двумя Что тремя Здесь Роли не играет то Сама идея Для христиан Считаю Недостойно Вот это вот Считать что Носимый крест Или нарисованный на тебе крест Да Это знак защиты как бы От бесов Хотя это Очень популярная Это такая зараза Знаете ли это я Например В Загорске Тогдашнем Вот 88 год Это было так Зрелищно кстати Для меня тогда Может потому что это Новинка была для меня Я впервые Видел вот такие служения Большие В Загорске тогдашнем В Лавре В Троице Сергиеве В Лавре И там значит был такой Архимандрит Как Герман Чесноков Да Чесноков фамилия Наверное Бес его фамилии не любят Вот Кстати эсэсовцы Обычно находили Евреев по запаху Чеснока и лука Они нюхали кожу Там Ну если запах лука Чеснока То все точно Евреи Ну немец Если он настоящий Ариец Именно характерно Нордическим Они лук почти не едят И чеснок тоже Ну хотя в немецкой кухне Лук жарят Я знаю А евреи любят наоборот А евреи чеснок и лук любят Обожают И вообще Сейчас в Египте Чаще всего У евреев Третья группа крови Она всегда связана С луком и чесноком Даже по Медицинским Как бы Предпочтениям Это обычно Как раз Мясо и чеснок И лук Это питание Обычно И немцы Они Не знаю У меня много друзей немцев Но Я не понимаю Как можно не любить чеснок Не знаю Я третья группа Почему у них чеснок и лук Не любишь Я исключение Да нет Много всяких нюансов Это же не нужно Обязательно так нужно быть А в еврейской кухне Чеснок и лук Обычное дело Да Но не о чесноке А о германе Чеснокове Который Бес обгонял Ой-ой-ой-ой-ой-ой Храм Святого Духа По-моему назывался он Это как раз Кстати очень красивое название Очень красивая церковушка Такая прямо в лавре Небольшая такая церковушка Храм Святого Духа Церковь Так вот И там Тогда проводились вычетки И Там Кирилл был Наум Проводили в лавре вычетки И вот По-моему Герман тоже Если не ошибаюсь Тоже там проводил вычетки Я Запомнил следующее Там Семинаристы как раз Тех Там с первого класса Второго класса Они были ребята Молодые Они помогали Убирали все там Там весь Представьте После служения В небольшой церкви В храме Весь пол в поле Это надо было видеть Там все Вычищать Выметать Надо все это Выгребать Потом люди такие Все выходят Ужасные Там же люди падают Прям туда В эту плевотину Ой Их опять тошнит И храм небольшой И он закрывается Там одно из условий Этой вычетки Было тогда по крайней мере Все заходят в храм Двери Закрывают И никого не упускают Там барабань Не барабань Ори не ори Там такое начинается Там нормальные люди Крыши идут Там визжат Хрюкают Бабки так выгибаются Как гимнастика Ну реальные Порой есть подделки Наверняка Но есть и реальные бесы Реальные Конкретные Потому что там Такие вещи Которые Ну подделать Ну скажу Это нужно Здорово Своей жизнью Рисковать Потому что Выгибаться Бабка так может Как гимнаст Молодая гимнастка Так выгибается Другая Вяжет так Что пародист Любой Позавидует Такому визгу Свинячьему Реально Вяжет Хрюшку Режет Как будто А это в небольшом храме Там Такой визг Там Так все И туда еще попадают Нечего семинаристов Это надо было видеть Вот Они там что-то читают То есть Ребята в шоке Просто. Такие все бледные Такие глаза вот такие 20 Братья молитесь Короче А вас не коснулся Эту И первое оружие кое Крестные знамения И там Шаолин отдыхает Вообще Там семинаристы так Короче Крестятся там Защищаются от бесов Не отрикошетило чтоб на ферного канале Как фильм про Скубиду, чтобы не пролетели какие-то бесяры. Они там крестятся. Потом стресс снимают. Потом ребята говорят, что если бы не крест на знамение, то не жить нам уже здесь. Герман, не знаю, он либо прикалывался, либо на самом деле... А там у людей из телека начинается, у некоторых, они там барабанят, выпустите нас. По уставу не положено. Пока не дочитает, он все недочитает. А он такой на своей волне. Он стоит там, читает и ни на кого внимания обращает. Окропляет водой там всех. Меня выпустите водой. У кого-то истерика, клаустрофобия, я так понимаю, наверное. Ужас. И в Киеве был один такой батюшка. Но он не в Киеве, он сам в Западной Украине. А тогда он служил вообще в Донецке. И он приезжал, он был экзорцистом. Отец Василий. Вот тот бесов гонял. Но он, опять-таки, гонял бесов. Но одно дело гонять, проявление службы. Другое дело реальное освобождение. Потому что у того же самого Германа Чеснокова, насколько я знаю, у Наума, Кирилла. Вот такие всесоюзные батюшки их называли тогда. Со всего Союза съезжались люди туда. Каждый день. Не поверите. Еще не открылся Кирилл. Еще нет приема. Уже такая вереница стоит. Там, ну не знаю. Сотни добрые. Это точно. С самого утра. Еще там 5 утра. До 6 утра уже 100, больше может людей стоит. Со всего Союза. Отовсюду люди съезжались. И, значит, ну и я, допустим, когда вместе с ребятами, некоторыми семинаристами попадал тоже на такие вот служения. И, значит, попадал к Науму. Наума один раз меня взял к себе вообще. Ну, как бы в команду, не в команду, не знаю. Но я был при нем целый день, допустим. Хотя ничего он мне такого поручения не давал. Просто находился при нем, как бы. И всем занимались там такие матушки такие. Они уже все знали, все было у них расписано, как бы, отрепетировано. А я просто находился как свидетель. Вот, значит, находился там, значит, и смотрел, молился тоже там. Вот. И вот он там, значит, как прозорливец считался, как пророк. Он там, допустим, выходит и там, вот, вот. Иди сюда. Ты иди сюда, да, иди сюда. Все. Вот. Ты идешь в монастырь. У тебя судьба такая. Бог сказал, что ты будешь в монастыре. Как бы. А я же замужем. Это у тебя дьявола. Все. На развод. Это у тебя. А у меня же ребенок растет. Отдай. Бабка есть. Есть там кому отдать. Вот отдай. А сама иди в монастырь. Все. Корову можешь доить? Не могу. Я в городе всю жизнь жила. Значит, иди в такой-то монастырь. Другой вариант. Если корову можешь доить, значит, в другом унастырь, где коровы эти есть, там, куда-то там. Я наслушался за целый. Думаю, что за бред? И это выдается за силу Божью. Это выдается за, ну, при мне он нескольким женщинам рекомендовал развести со своими мужьями. Но я понимаю, что не все они, конечно, послушаются его, но, а кто-то и послушается. Кто-то возьмет и скажет, а ну, мне надо, как бы, а дьявола иметь еще мужа еще. Вот. Прижилаю еще, значит. Вот. И ребеночка, значит, тоже отлукавого, значит, на ногу монастырь быстрее. Не, ну, кто его знает, другая возьмет и поверит, на самом деле. Тем более, я знаю, случаи реально поверили. Вот. В Киеве да есть случай такой, у нас там, сестричка одна, монашка мы ее так называем ее. Она уже не монашка, да она уже. Вот. Она тоже ведь развелась так. Вот старец сказал и все. А он такой упертый старец этот, что вот нет, он точно от Бога. И точно сказал. Ну, она поплакала, поревела, поревела. Потом, значит, муж объявил, что так и так, что значит, вот у нас все отлукавого было с тобой. Да. И все. Тот в шоке, конечно. Он вначале терпел, что она все время в монастыре работала. Она хороший повар. А ведь пошла в Лавру за копейки работать. Просто, ну, для души, как бы там, для Бога. Ну, вот терпел, терпел. Потом она объявила, что еще раз уходят. Вот ладно. Типа. Они разошлись. На самом деле разошлись. Он сошелся с другой женщиной. А ребенок оказался фактически на улице. То, что, ну, девушка, подросток, она реально не с мачехой и не с родственниками не прожилась. Жила, по сути, сама по себе. Там такая беда была вообще в этой семье. Ужас просто. И вот где это? В Киеве. В Киеве. И, знаете, если бы не Божий промысел, знаете, если бы не Божье чудо, то вообще судьбы были бы поломаны просто. Ну, Бог пришел, слава Богу. Судьбу этих людей. Да. Ну, ладно, друзья мои. Я хочу еще в конце урока что сказать? Такое важное такое. Потому что тема-то большая. Можно о многом чем говорить. Но хотелось бы, как бы, ну, такое важное подытожить. И некоторые данные записать с вами, чтобы запомнить. Мы остановились по времени. Значит, в конце 6-го, начало 7-го столетия запомнили мы кого? Григория Великого. Да, Григория Великого. Запомните, пожалуйста, его, да? Папу Римского. Который, значит, заявил, что в Библии для неграмотных является икона. Так вот, и в 717 году, интересно, кстати, октябрь 17-го получается опять. Это только не 1900, а 717 год. В 717 году, значит, в Бизантии пришел к власти новый император. Его звали Лев. Лев Исавр. Из рода Исавров. Лев Исавр, это был реформатор. Император, реформатор. Притом, реформатор с большой буквы, на самом деле. Он очень много сделал для церкви хорошего. И началась эпоха, ее назвали эпохой иконоборчества. Лев Исавр. Исавраянин. Лев Исавр. Началась эпоха иконоборчества, как ее в истории называют. Хотя дело было не просто в иконах, но и в иконах тоже. Эту эпоху можно назвать временем реформации, византийской реформации. Потому что с 717 года, с перехода власти этого императора, в Византии началась постепенная реформация. Избавление от идолопоклонства и многих других проблем. В это время, я как-то обошел эту тему, хотя зря, значит, в это время уже ислам, почти 100 лет уже существовал и распространялся религии ислама. Она в 622 году нашей эры, значит, проповедь ислама уже публичная, звучала Магомед, назвавший себя пророком. В 622 году он начал эту идею пропагандировать повсеместно, по племенам арабским. И эта религия, она стала уже государственной. Ну, впоследствии религии страны племен отдельных и страны разрозненных племен, собранных вместе арабских. И с 622 года, вот это время по хиджри называется, это переселение из Мекки в Медину Магомеда. И начало публичной проповеди ислама считается началом исламского календаря вообще. И вот прошло меньше 100 лет и в Византии началась реформация. Связь здесь, ну, есть определенная. Потому что возникновение ислама и распространение ислама повлияло на христианство и частично положительно повлияло. Потому что вызвало как раз волну реформации. Потому что главное обвинение в адрес христиан Востока и вообще христианской церкви официальной со стороны исламских теологов было обвинение в идолопоклонстве. Мусульманские лидеры говорили, проповедники, смотрите, вот вы христиане, до чего вы докатились. Моисей говорил евреям о том, что не надо делать идолов, надо поклоняться Богу. Иисус учил тому же. Он не учил делать скульптуры, статуи, иконы. Он учил о поклонении Богу таким образом, прямым истинным путем. И вот они объяснили так, что евреи не послушались Могомеда, ой, извиняюсь, Моисея, христиане не послушались Иисуса. И вот поэтому Бог послал очередного пророка Могомеда, который всех уже, евреев, неевреев, всех абсолютно вернет на путь истинный. И, значит, поэтому для мусульман как бы говорить, что их религия это новая религия, это как бы для них как оскорбление. Потому что они считают, что это религия древняя, просто которая как бы реформировалась что ли, которая обновилась. И они считают Иисуса и Моисея своими пророками, ислама пророками. И, в общем-то, не так-то все просто. Если мы разволчаем ислам как же религию, то мы должны это делать грамотно и аргументированно. И я рекомендую прочесть книгу «Исцеление сломанной ветви Авраама». По-моему, так назвали ее. Я потом уточню название. «Исцеление сломанной или надломленной ветви Авраама». Как раз именно один американский миссионер как раз рассказывает, как из своего богатого опыта благовестия мусульманам, как Иисуса принести мусульманам и показать им на Иисуса как на единственного спасителя, искупителя. И вот, на самом деле, ислам, тогда зародившийся, и уже почти сто лет уже тогда распространяющийся, он очень сильно повлиял на христианство. Но это была война, безусловно. Было военное столкновение. Потому что сам Магомед, он взял меч. И он поднял меч. Иисус, он не делает кровопролитие, но Магомед поднял меч. И ислам распространялся силою оружия. Те страны, которые отказывались принимать ислам, им объявлялась война. И это был джихад, это была священная война за распространение истинной религии. И Византия, конечно, отказалась принять ислам. И в Византии была брошена перчатка, и был брошен вызов. И Византия воевала с исламом, с арабскими распространителями ислама. И перевес был на стороне мусульман. И военный, и экономический, и политический, и религиозный тоже. Потому что христианство, которое было тогда, византийское христианство, оно было, конечно же, уже такое испорченное христианство. И многобожие, и долопоклонство процветало. И нечем было крыть, по сути, византийцам. Больше того, некоторые города, допустим, Иерусалим, Антиохия, такие крупнейшие города, они сдавались без боя. И арабскую конницу встречали как освободителей с хлебом и солью, как говорится. И гарнизоны этих городов, они поднимали, убирали знамена византийские, и поднимали знамя, значит, знамя зеленое, знамя пророка, Магомеда, значит, принимая ислам. Конечно, почему они это делали? Война была не только с оружием в руках, с саблевыми. Война была идеологическая, информационная война тоже была определенная. И перевес был, конечно, за мусульманами в первую часть. Но до поры до времени Лев и Савр начал Великую Реформацию. Об этом давайте в десятом уроке продолжим.